Теперь настало время ящика 360. На самом деле это очень крутая игровая система, которую есть смысл рассмотреть в этом году. Уверен, что еще в следующем и вообще в любом. А все потому, что Xbox 360 это та консоль, которая всегда, когда она оказывалась в моем доме, дарила положительные эмоции. Столько воспоминаний и видео обещает быть интересным. Если вы не желаете париться с покупкой игр и подписок для Xbox, то вам к Xbox Store. Они сделают всю работу за вас. Вам нужно будет только связаться с магазином, сделать запрос на игру и ждать свой ключ. Вы самостоятельно его вписываете и никаких не нужно давать паролей и доступа к аккаунту. Но вот если вам потребовалась валюта либо активация подписки, то в таком случае придется предоставить данные от своего аккаунта, ибо по-другому здесь никак. Можете потом сменить пароль, ваши аккаунты никому не нужны и спать спокойно. Быстро, легко и главное надежно. Советую их не знать уже в который раз и еще столько же, если не больше буду говорить о этих ребятах. Самый лучший магазин в интернете, я сам частенько там покупаю разные игры, начиная от громких новинок и заканчивая инди. Так что ассортимент у них большой. Оставлю ссылки в описании на магазин, группу ВК и Телеграм. Вы можете в любой из этой соцсети приобрести нужную вам игру. Тема 23 года продолжается, я отсниму эту рубрику совершенно со всеми консолями, так что ожидайте видос про то, что интересно именно вам. Xbox 360 не настолько сильно заезжен как PlayStation 3 для меня. Это странно, потому что тройка как бы появилась у меня позже, но затем со временем я полностью переключился на PS3, забыв при этом, а что такое Xbox 360. И вот запуская эту консоль сегодня, в наши дни он не изменился будто бы с момента моей первой с ним встречи. Мне до сих пор это все безумно интересно, его геймпад, который впервые был доведен до ума, и играть стало просто фантастически. Его дизайн, который лично мне нравится больше, чем то, что было у конкурентов. Но это все лирика, весь главный вопрос в чем заключается. Нужно ли покупать Xbox 360 в этом году? И тут я решил обратить внимание на старый комментарий, который оставляли может быть полгода назад, когда я снимал про этот ящик. Якобы зачем Xbox 360, когда есть ПК? Вопрос крайне любопытный, потому что даже если вы никогда не обновляли свой комп, то мне почему-то кажется, что тайтл эпохи седьмого поколения он как бы запустит. Но не все так однозначно, потому что на Xbox 360 есть игры, которые являются либо чистыми эксклюзивами ящика, либо консольными, это условно Water Dead Redemption выходил только на Xbox 360 и PS3. Комп тут никаким боком не встает. Но кто-то может сказать за эмулятор ящика на ПК, но это уже ведь какой-то бред, потому что такой ПК, который сможет тянуть эмулятор ящика, явно будет стоить не 10 тысяч рублей, а бокс на фрибуте можно найти за эти деньги, то еще и дешевле. Так что сравнение, как по мне, бредовое. Сравнивать машину, которая обошлась вам в 1050 и то, что стоит меньше 10, ну смешно, конечно. Так что при любом раскладе Xbox нужен. Запускаете себе спокойно RDR, наслаждаетесь от визуала. Я столько же раз говорил, что мультиплатформа на Xbox это какое-то просто чудо, за исключением некоторых игр, разумеется. Странно наблюдать за тем, как в RDR у нас очень хороший визуал, а затем ты такой, хм, а давайте что ли посмотрим на булли, включаешь эту игру. К слову, тайтл тоже от Rockstar Games, а там у тебя 20 фпс, и в чем прикол. Оптимизация у Rockstar всегда была настолько кривой, что это просто ужас. Также на VX остались эксклюзивные гоночные симуляторы. Наверное, это звучит странно, но если среди тех, кто смотрит это видео, имеются люди, которые угорают по старым гонкам, то Xbox отличное просто решение, потому что серии Forza было выпущено здесь очень много. И я даже не беру в расчет Horizon. Мотоспорта три части вроде как выходила на этот Xbox, и интересное раньше было время. Сейчас я не могу вспомнить, чтобы серия игр настолько активно выходила. Да, на Xbox One также вышло три части, вроде, но что сейчас? Если за это девятое поколение выйдет одна гонка по мотоспорту, то это будет очень хорошо. Ну а две это прям потолок. Также, как мне кажется, Xbox 360 можно рассмотреть ради кооперативных игр. Это могут быть тайтлы не только а-ля Let's For Dead. Хотя такие игрули в кооперативе это просто нереальное мясо, я вам так скажу, играется всегда суперски. Но также просто какие-то спортивные симуляторы, условно там футбол, либо то, что нравится именно вам. Прошло весь все поколение Xbox 360, и игр здесь просто нереально как много. И получается вот такая картина. Все равно, какую игровую систему вы собираетесь рассматривать? Потому что на любой консоли, несмотря на время, осталось что-то эксклюзивное, это очень забавно. Потому что в текущем поколении слово «эксклюзивность» не имеет никакого веса. Потому что экзоплейстейшена все время будут покорять ПК-платформу. Но Xbox давно выпускает все на комп вместе со стартом на Xbox. Так что если нужно что-то более-менее эксклюзивное, то Xbox 360 – отличный просто выбор, как по мне. Но главное, что есть на Xbox 360 – это все-таки не старый экзо, в который вы играть скорее всего не станете, а нормальная играбельная мультиплатформа, чего PS3 дать вам при всем желании не сможет. Если мы говорили о PS3, и в принципе экзо в тройке осталось много, то здесь самих эксклюзивов интересных куда меньше. Но зато самое главное тут всегда будет актуальным в любое время, опять же это нормальная мультиплатформа. Я думаю, что у всех был такой момент, когда ты основные игры на какой-то платформе прошел. Взял небольшую паузу, начинаешь вот эти 20 игр перепроходить по кругу. И понимаешь, что это не самое лучшее занятие, а затем такой хоп и просто рубишься во все подряд. У меня была такая история, и сейчас вам ее расскажу. Год на дворе был 2015, возможно. Я в очередной раз прошел, либо тут можно сказать перепрошел GTA 5. Игруля, конечно, супер, но вот просто кататься как-то удовольствия уже даже в то время вызывать стало мало. Я посмотрел на свои диски, в то время записывал чисто все, что только можно. И решил начать жестко рубиться в эти игры, и первая серия, с которой я начал все это дело, была код и часть 2. Вы не представляете, насколько это было круто тогда для меня. Я чисто растворился в этой игруле, и старые части Call of Duty я до сих пор считаю очень сильными. Это реально так. Может, потому что я олдскульщик, может еще что-то. Но интерес все это дело в то время вызывало просто нереальный. А чтобы вы понимали, на Xbox 360 было выпущено 11 частей колды, но играбельных только 10, ибо третий Black Ops там только онлайн, которые я так и не попробовал, и очень хорошо. Ибо мой ящик на 3.0 быстро бы улетел в мусор. Чисто 10 частей колды, я так быстро их осилил. Играл, можно сказать, на одном дыхании, и что я там заметил? По моему наблюдению, серии все было хорошо до 2013 года, когда вышел Call of Duty Ghost. Все. Здесь можно оставить крест на серии, потому что после 2-го Black Ops'а серия начала жестко скатываться. Мне вроде как было все равно интересно бегать тут и играть в символе Тортира. И наверное это потому, что прошлые части не давали мне просто взять и выключить эту игру. Приходилось себя заставлять, что ли, но вот именно с Госта серия, как по мне, выбрала не тот вектор развития. Хотя если смотреть на продажи, то Activision все ведь замечательно. Так что здесь 50 на 50, и в компании, я вам по секрету так скажу, важен именно коммерческий успех, а не положительные оценки. Потому что, как показывает практика, люди все равно купят следующую часть, и фанатам колды не быть просто невозможно. Потому что я играл в код 1 на компе неизвестно когда. Я вообще этого времени не помню, но вот вспоминаю, как в году 2015-м перепроходил на ПК, после того, как все части на боксе 360 были пройдены. Так что на Xbox вы можете посмотреть и на самые лучшие части код, и на то, что стало серией происходить позже. Это мега круто, как по мне. Я бы купил Xbox только ради второй части Call of Duty. Потому что как только начался геймплей, и мне нужно было картошкой бросаться, ну это мега разносно. А если без шуток, то ретро ведь меня привлекает. А вторая часть код это не просто ретро, это самая настоящая история и практические истоки серии. А я люблю смотреть на то, что было раньше и к чему компания пришла в наши дни. Игр тут очень много и разных, так что ящик нужен. И тут даже не обсуждается. Столько ностальгических вечеров было проведено за Xbox 360. Если говорить за то время, когда я владел Xbox, то играл-то я на ящике больше. Потому что 360-й бокс был прошит в то время, как PS3 ни в коем случае. И тройка использовалась только для эксклюзивов, в то время как на ящике была пройдена мультиплатформа. Очень крутое время, которое никогда не повторится больше в консольной эпохе. Вот вы можете себе представить, чтобы сегодня Xbox Series X был прошит. Какую игровую систему в таком случае стоит рассматривать? Конечно же Xbox. А плойка снова для экзов использовалась бы, но, увы. Начиная со времен Xbox One, вся эта тема с прошивками отошла в мир иной. И только вот под конец этого поколения мы увидели плюс-минус нормальную прошивку на PlayStation 4. А Xbox, который как бы славился тем, что его очень быстро зашили, вообще не познал никакой взлом. И 360-й бокс это последняя консоль майка, в которой может быть шитой. Удивительно, просто я помню, как предполагал, когда выходили новые консоли в лице PS4 и Xbox One, что вот сейчас ящик взломают и я его возьму. Да только уже на дворе 23-й год, а этого так и не произошло. Ну а что-то Xbox 360. Так это отличная ретро-машина, которая была у большинства геймеров седьмого поколения. И на самом деле, очень душевная такая консоль, которая позволяет тебе без труда ее приобрести. Стоит в районе 8-10 тысяч рублей и может быть я покупал фрибуты от людей, которые не могли нормально припаять этот чип. Именно поэтому с ящиком на фрибут в будущем у меня были проблемы. Они выходили из строя и начинали сначала очень долго включаться. Затем это был прям челлендж, включится он или нет, и на этом его работа заканчивалась как бы. Если реально фрибут работает хорошо, то берите на фрибут. Ибо мороки вообще минимум. Не нужны никакие диски, я вам так скажу, что RDL диск стоит так-то неплохо. Я бы не сказал, что это дешевое удовольствие, фрибут что? Образ зависит как минимум меньше, а значит, что тайтл влезет больше на вашу консоль. И чисто кайфово, ребята. Так что покупайте Xbox 360 в этом году и будет все замечательно. Поставите себе задачу выбить 10 тысяч поинтов, а потом может 50 и до 100 тысяч дойдете. А я вот не припомню сколько у меня было тысяч поинтов на Xbox, но точно помню, что очень много. И короче, составьте список игр, в которые вы 100% будете играть и начинайте. А сколько здесь Бэтменов, да и вообще серий представить невозможно. Ну а это было видео Xbox 360 в 23-м году и ждите дальше про свою любимую консоль. Подписывайтесь на канал и до новых видео и встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok